Новости спорта продолжают эфир ОТС в студии Кристина Лата. Здравствуйте! Медали на международной арене новосибирские гиревики успешно выступили на чемпионате и первенстве Азии. На подиуме в столице Киргизии борьбу вели более 500 атлетов из девяти стран. Золото завоевал многолетний лидер команды региона Евгений Бутенко. Он стал лучшим в дисциплине длинный цикл. В этом же упражнении серебро в своей весовой категории взял Дмитрий Шевелев. Вторым атлет стал и в рывке. А вот в составе сборной России Шевелев на пару с Олегом Бородыкиным поднялся на высшую ступень педестала. У Бородыкина две награды высшей степени. Вторую он завоевал в состязании юниоров. Лучшими в возрастной категории 14-16 лет стали еще два новосибирских спортсмена Кирилл Захаров и Ярослав Вильбоев. И, конечно, отметим выступление Ангелины Прохоровой. Девушка выиграла два золота. Сборная России одержала победу в командном зачете. Напомню, на прошлой неделе в нашей программе выходил большой репортаж моего коллеги Михаила Якимова о гиревиках, которые тренируются в Черепановском районе. Новосибирские девушки считаются одними из сильнейших в российских смешанных единоборствах. Подтвердить этот имидж в ближайшие дни предстоит Юлии Островерховой. У нее отличная статистика на профессиональном ринге. 8 побед, 1 ничья и 1 поражение. О подготовке к новому бою в нашем сюжете. Юлия Островерхова готовится к своему 11-му бою. Сегодня тренировка без особой нагрузки, просто отработка ударов на точность. Предстоящая соперница – опасный боец, особенно в стойке. Для нее базовая именно ударная техника. А вот Юлия, прежде чем прийти в смешанное единоборство, занималась только самообороной, что называется для себя. Но поняла, что драться у нее получается хорошо. И лет 5 назад решила попробовать что-то новое. Получилось. Быстро освоила ударную технику, борьбу в партере и у сетки, которая заметно отличает ММА от других единоборств. Для меня работа по правилам ММА, именно по профессиональным, максимально близка, потому что здесь можно почти все. Например, у тебя что-то не получается в стойке, ты можешь перейти в партер. У тебя, например, не получается борьба в партере, ты можешь попробовать поработать у стены. То есть это вообще поле очень широкое для деятельности. Юлия представляет команду «Шторм», основанную знаменитым российским бойцом смешанного стиля Александром Шлеменко. Девушек в команде немного. В этом плане новосибирское отделение впереди всех остальных. Помимо Юлии, здесь есть еще и Анна Ермакова, которая сейчас помогает ей готовиться. А недавно дебютировала на профессиональном уровне и победила в первом же бою. Сама Юлия успешно совмещает подготовку и выступление в октагоне с работой тренера. Занимается смешанными единоборствами с детьми и девушками. ММА, в который спортсменка пришла уже в довольно зрелом возрасте, стал для нее основным делом жизни. Здесь же в зале тренируется еще один новосибирский боец смешанного стиля – Игорь Жирков, которому скоро предстоит очередной бой в одном из самых престижных промоушенов в мире. Новосибирский боец выступит на очередном турнире ACA, который пройдет 19 мая в Казани. Это мой уже седьмой будет поединок в этой лиге. Соперник у меня базовый самбист Мухедин Холов с Таджикистана. Хороший боец, я настраиваюсь на досрочную победу, потому что у меня в лиге в принципе все шесть боев, они все по три раунда до решения доходили. Поэтому в этот раз хочу выиграть досрочно. Сейчас основной объем работы по подготовке к бою уже выполнен. Тренировки в основном короткие, нацелены на отработку скоростных атак. А уж за партер Игорь не переживает. За плечами огромный опыт в вольной борьбе. Увековечили память тренера. На здании регионального центра спортивной подготовки установили мемориальную доску, посвященную Василию Иванову, тренеру, который воспитал целую плеяду борцов-чемпионов. Он, по сути, поставил классическую борьбу на Кубе. Именно при его посредствии был подготовлен чемпион мира в Киеве в тяжелом весе. Да, Месса. Фамилия этого атлета. И он очень много занимался как раз организацией не только спорта как процесса, но и соревнований. Свою тренерскую карьеру Иванов начал в 1959 году. Воспитал несколько чемпионов Советского Союза, призеров чемпионата Европы. Почти 40 лет Василий Иванов проработал в стенах школы высшего спортивного мастерства. Так раньше назывался региональный центр спортивной подготовки. Причем не только в качестве тренера сборной области по борьбе, но и руководителя школы, кузницы чемпионов. На открытие доски пришли не только близкие Василия Александровича, но люди из разных видов спорта, чтобы почтить память выдающегося спортивного деятеля. Василий Иванов ушел из жизни два года назад. Да, конечно, это борец до мозга костей, супер профессионал. И все его регалии сегодня, наверное, более пяти минут перечисляли. Но главная характеристика, наверное, не в регалиях, и не в наградах, и не в тех воспитанниках, которые при нем выросли, начиная с олимпийских циклов 88-го года. А главное в его человеческих качествах. Это огромный профессионал. Это тот человек, с кем хотелось разговаривать, с кем хотелось советоваться. На этом выпуск завершен. В студии работала Кристина Лата. До встречи. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ